стильно модно атмосферно вот так начинаем мы сегодняшний выпуск beauty time снимаем мы в студии живописи муза именно здесь проходят в том числе и съемки нашего детского арт и телепроекта но об этом мы расскажем чуть позже пока он только в процессе а в настоящий момент простыми словами и красивыми кадрами о том что уже случилось начнем мы из дневника 5 сезона проекта модель x а заодно узнаем что еще кроме модных тенденций и правил составления гардероба изучают участницы этого проекта сколько сразу вопросов можно еще посмотрим на себя мне кажется у меня щеки покраснеть я думаю это будет видно или нет нет право с другой стороны давайте заново точно также нужно пройти пройти вот чтобы это все было вкусно а мы чё ну по моей рекомендации одна здесь тоже есть девочки боком девочки девочки сюда смотрим сюда это модель проекции вот что вспомнилось если ничего не вспомнилось улыбка шире пятку поворачиваем и уходим это было налево ириночка 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 найти свой стиль это не только научиться разбираться в модных трендах и успешно интегрировать их в свой гардероб очень важно также уметь преподнести себя окружающим как раз над этим участницы проекта модель x работают на уроках дефиле доказано на практике красивая походка сглаживает несовершенство внешности а не очень изящная напротив может испортить даже идеальные пропорции мы привыкли носить сумку в руке может быть в карман и руки кто-то складывает конечно мы должны понимать что когда у нас в руках ничего нет у нас руки двигаются они не должны быть какой-то недвижимостью красота руки тоже должна просматриваться не сжимать кулаки сутулимся мы руки вперед уходит конечно же мы наоборот должны показать прямую спину красоту рук красоту своей ноги заметили что им что присутствует мы вот так наклоняемся то есть мы ищем равновесие нет на хороший назад наши бедра уходят немножко вперед с плечики назад откидываем на самом деле когда приходят люди в проект девочки в проект они конечно же идут осознанно туда и они понимают что нужно учиться этому материал воспринимают очень легко с улыбкой иногда с юмором приходится даже ну где-то ошиблись ней трагедии мы зато не делаем это не ошибка мы с нее начинаем идти станем до 1 2 и поворот и поворот все без тела на левой и справа уходишься умение правильно себя подать сегодня все чаще связывают с успехом социальных сетях именно по этой причине еще в предыдущих сезонах проекта модель x появились лекции по блогингу с участницами пятого сезона работает известный блогер соня гудим как работать со страницей instagram это было наверное основное то что меня зацепило когда мне предлагали вот эту программу я думаю ну действительно ведь вообще про фан нужно нужно как-то развивать свою страницу у меня страница есть но она такая скучная она будет работать на вас это знаете как в институте сначала вы работаете на зачетку потом зачетка работает на вас вот сначала вы работаете на шапку придумываете и обыгрываете и сочиняете потом шапка работает на вас и люди уже четко понимать что у зачетка на вас подписываются только лишь потому что у вас интересная цепляющая шапка и глядя на нее я понимаю что вы в чем-то уникальны и вы мне очень Инстаграм веду на первоначальном уровне, тема интересная, хотела бы послушать, возможно, буду вести активный инстаграм. Год назад у меня появилась ученица, ее зовут Кристина, она веган, экоактивистка, и вот у нее был инстаграм из небольшого количества подписчиков, и она не знала, что с ним делать и вообще о чем вещать. Но подумав, чем она вообще дальше хочет заниматься, она поняла, что она хочет создавать свою косметику, натуральную косметику, которую не тестируют на животных, и инстаграм может ей помочь в реализации этой продукции. Это проект «Модель Икс». Я Галина Бузую, владелица ботика «Болеру». Я занимаюсь продажей модной итальянской одежды. Я Светлана Васильева, косметолог. Меня зовут Оксана Шаталова, я являюсь участницей проекта «Модель Икс». Продаю автомобили УАЗ, являюсь руководителем компании «Автоцентр УАЗ» на Косове В6. Я Ольга Быковская, участница проекта «Модель Икс». Моя профессия далеко не связана с модой. Я менеджер по продажам трубопроводной арматуры. Меня зовут Юлия Осетникова, я руководитель агентства недвижимости, реализую квартиры на первичном рынке. Мой бутик участвовал в предыдущих проектах «Качество партнера». Я видела, какие изменения происходили с девушками, насколько они перевоплощались и воодушевлялись. В этом проекте я участвую сама и тоже заряжаюсь этим позитивом. Это просто здорово. Получаю новые знания, очень довольна, мне интересно. Если ты сама дома будешь изучать, это займет кучу времени. Здесь и практика, и теория, я считаю, что тут все скомпоновано, все подобрано. Ну, это просто даже отдых, я бы сказала, какой-то, ну, для, скажем, для себя, для души, просто как бы разнообразие, там, времяпровождение. То есть сейчас мало куда там можно было, особенно в последнее время, ходить. Но здесь вот что-то есть новое. Я рекомендую всем девушкам участвовать в проекте «Модель Х». Присоединяйтесь к нашей компании, будем очень рады вас видеть в нашем коллективе. Приходите в имя «Шкуб Светлана», вы не пожалеете. Как говорится, если не знаешь, с чего начать, начни с себя. Когда-то были такие времена, когда мы знали всех дизайнеров одежды в нашем городе, в лицо и поименно, все они были в поле зрения. Сейчас, к счастью, это не так, к счастью, потому что очень много людей стали выпускать одежду под собственным брендом, и это здорово. И это стало поводом для нашей новой рубрики, которая называется «В гости в шоурум». Будем знакомиться, будем знакомить вас. Мы в шоуруме дизайнера Ирины Котми. С этими коллекциями мы познакомились на вечеринке «Бьюти Дэйз», «Бьюти Тайм». И сейчас решили поближе узнать их автора. Тренч – это как раз та история, когда тренч из обыкновенной, в принципе, хлопковой ткани, с благоустойчивой пропиткой, бежевого цвета. То есть это базовый тренч. Но мы привносим сюда этот большой тренд на такие большие рукава. И это придает настолько женственности, потому что тренч, все-таки, он, наверное, у нас перешел из такого мужского гардероба. С чего началась история Котми? Какой ваш дизайнерский путь? Я жила в обществе швей. То есть бабушка там обшивала несколько кварталов. Мама – профессиональная швей, она всю жизнь проработала на швейной фабрике. И, как обычно, наша детская насмотренность, она все-таки каким-то образом пригождается в этой жизни. Я на тот момент была тоже увлечена рукоделием и очень много вязала. И очень мне нравилось, что можно было создавать просто из головы. Все, что ты не придумал, ты можешь это создать. Первые люди – я шила крестильные наряды. Я шила крестильные наряды по стране, и люди узнали, что я шью, и стали обращаться все знакомые. Я перешла на индивидуальный пошив. А уже с индивидуального пошива мне стало интересно создавать то, что я хочу, а не что там диктует клиент. Ну и вот так вот пошло. Сейчас ведь с помощью социальных сетей можно представлять себя в разных уголках планеты. А где поняли и приняли одежду Котми? Преобладающее большинство, да, это и Москва, и Петербург, но также это есть и Курск, Салихард, Сахалин, Краснодарский край. Теперь Дубай тоже, там все наши. Ну сегодня как раз то время, когда мы все коллаборируемся, да. Сегодня, это каждый день звучит, это какие-то коллаборации, это какой-то нетворкинг, потому что человеку нужен человек. И когда все вместе на одной площадке, это здорово, мы помогаем друг другу, это обмен клиентами, это обмен мыслями. Это как раз тот анализ, когда ты не сидишь, сам себе что-то там придумал, да. Ты можешь пообщаться с человеком и, ну, либо прийти к какому-то мнению, либо подтвердить собственные мысли. Сейчас профессия дизайнера очень популярна. Расскажите, как человек, уже добившийся успеха, с чем предстоит столкнуться молодому дизайнеру, человеку, который решил создавать свою одежду? Просто быть готовым, что надо в определенный момент делать все самому, если некому это перепоручить. Когда даже находятся люди, да, уже какие-то ассистенты или контроль. Даже когда ты работаешь со швейным цехом, это не факт, что получилось то, что затеивалось. Вдохновение вообще, конечно, это такая штука интересная, когда меня спрашивают, вдохновение вообще это процесс. Это как раз твой весь рабочий процесс, когда ты сначала что-то анализируешь, где ты увидел, а потом еще и приходит какая-то идея, и ты уже вот в эту идею, да, воплощаешь что-то, какую-то свою коллекцию. Как, допустим, это у нас произошло вот с этой яркой достаточно коллекцией, такие цвета с синий, с охрой, да. Если мы сюда еще добавляем фуксию, да, получаются такие цвета картин Ван Гога. Очень интересно, что в этот раз охра перешла в весну. Обычно это осенний очень цвет, листопады или что, но в этот раз весной очень много таких темных желтых оттенков. Я всегда говорю девчонкам, да, одеваться надо в масс-маркете, но потом обязательно надо вот какую-то изюминку приобрести у дизайнера. Тогда этот гардероб весь из масс-маркета, он будет намного дольше работать. Вы от него не устанете за месяц. А часто ли приходится, помимо всех вышеперечисленных проявлений, ну, так скажем, вмешиваться в образ клиентки, предлагать ей что-то, чего она до этого не пробовала и что, на первый взгляд, не свойственно ей? Мне всегда это хочется, не каждый решится, либо у девчонок тоже есть какие-то устоявшиеся свои вот такие, мне это не идет, да. Тут надо сначала пойти, может быть, на уступку, и когда этот клиент твой, он приходит второй, третий, на четвертый раз он уже оденется по твоему дынку. Мы вообще стараемся какие-то новинки делать, которые еще совсем не пошли в массы. Может быть, массы людей их еще и не знают, что это вообще-то носибельно. Да, это очень смело, потому что не каждый человек, допустим, оденет вот настолько прозрачное платье, а здесь очень много тренда. Как бы вы описали портрет вашей почитательницы? А что это за девушка? Какого она возраста? Чем она увлечена? Возрастной диапазон, он широк, он так есть 24-45, это наша целевая аудитория. Кем они работают? Они, ну такие свободные, да, это фрилансеры все-таки, они сами себе устраивают рабочую жизнь. Надо выглядеть на аудитории и отражать свою деятельность. Платье-комбинация, оно двухстороннее, то есть оно вообще двойное. Из мягкого шелка оно очень красиво струится. И то есть женщина, приобретая за одну цену, она приобретает вообще два платья. Это джинсовый тренч. И его можно носить просто вместо платья. И в прохладную погоду оно будет сушить платье. Бренд существует уже два года. Один из них пришелся на нелегкий пандемийный период. А есть ли какие-то профессиональные мечты? Как все это будет развиваться дальше? Главная цель сейчас все-таки сотрудничать с большим швейным производством. Чтобы как раз убрать все вот эти моменты технические в обработке. Мне нравится, когда идет женщина, на нее обращают внимание. Мне кажется, в этом плане женщина идет, дарит красоту, настроение людям, окружающим. Мы начинаем улыбаться в ответ этой женщине, реагируем. У нас у самих повышается настроение. Поэтому нужно все-таки привносить краски. Это Ирина Котми, дизайнер одноименного бренда, ультрамодной, при этом женственной одежды. Администрация города Челябинска и имидж-клуб Светлана представляют 21-й фестиваль моды «Платье города». 8 апреля, Театр оперы и балета, коллекции молодых и уже известных дизайнеров Урала, дефиле VIP-персон, а также специальные гости Алексей и Анна Бородулины с премьерным показом коллекции «Небо над Версалем» и Зухра Салахуддин с невероятным неоновым шоу «Хабиби». Платье города 2021. Заказ билетов 263-57-37. Подробности на сайте светлана74.ру Сеть магазинов корейской косметики Тони Молли. Высокое качество, огромный выбор и только лучшие проверенные бренды. Магазины сети корейской косметики Тони Молли расположены по адресам Улица Красная 69, Торговый комплекс «Космос», ТРК «Фокус», ТРК «Фиеста» и ТРК «Радуга». У косметологических брендов, как правило, в линейках есть так называемые флагманские продукты или бестселлеры. Это такие позиции, которые чем-то интересным отличаются от конкурентов. О таких продуктах мы хотели рассказать в нашем обзоре, который подготовили эксперты по декоративной и уходовой косметике. Сотни наименований, тысячи товаров, миллион оттенков на упаковках. Даже на отдельно взятую проблему, такую как, например, сухость, существует несколько вариантов решения. Сориентироваться во всем многообразии, особенно новичку, можно только с помощью специалиста. В нашем случае эксперт по косметике Ольга Грачева представляет десятку уникальных в своем роде средств. Каждая из них чем-то отличается от других продуктов этой категории. На первом месте тонер пилинг марки Елизавета. Прекрасные увлажняющие свойства. Хорошие составы у них. Они работают в основном на увлажнение. Здесь тонер со сшелушивающим действием, мягким. На втором месте марка Фармстей делает сыворотку 2 в 1. Здесь гиалуронка и коллаген. 2 в 1 или 3 в 1, почему называется? Потому что вот такая большая банка, 250 грамм. Сыворотка очень густая, хорошо впитывается. Но вы можете это использовать как маску, если вы нанесете таким серьезным слоем. И вы можете остатки потом, я как-то объясняла, вот таким вот сухим пафом просто снять. Вы можете это сделать на ночь, если вы хотите сделать утром. Потом, значит, просто тонером протереть лицо. И может быть вам даже уже этого будет достаточно. Кожа будет очень сильно увлажнена, прям напитана. Кто-то летом использует это просто как крем. У кого особенно жирная кожа, достаточно этого. Вот такой гель также пользуется популярностью среди мужчин и женщин. Разные марки выпускают. Китайцы тоже делают нечто подобное. Но состав, честно вам скажу, у холики гораздо сильнее. Это универсальный продукт. Руки, село, лето, не лето, как вам угодно. Жирная кожа, нежирная. На четвертом месте патчи. Патчи могут быть разные. Я сегодня взяла марку Аюми, это патчи со змеиным пептидом. Аюми делает очень хорошие составы, но соотношение цена и качество у этой марки просто идеальное. На пятом месте по праву занимает крем для тела авокадо марки Саем. Но вот этот вот крем по продажам лидирует среди всех продуктов. Очень хороший, богатый состав. Прекрасно, тело просто, знаете, бархатное. На шестом месте обычная тканевая маска James Solution. Она делает уникальные маски. Вот эта, например, она тройная. То есть вот здесь вот первое, что вы наносите на лицо, эссенцию. Потом вы наносите саму маску. Эссенцию не смываете. То есть эссенция способствует проникновению полезных компонентов внутрь. Маску потом снимаете и под глаза наносите все, что у вас осталось после маски. Ни в коем случае не стираете, а вбиваете вот так в лицо. И наносите потом завершающий этот крем под глаза. Эссенции много. Настолько она выравнивает тон лица. Но не выбеливает, да? Осветляет компоненты, темные круги. Следующий продукт марка Церакл. Марка Церакл лечебная. Это патчи, пропитанные такой эссенцией. Пады называются. От черных точек. То есть когда вы протираете ими лицо, вот эта вот субстанция, которая проникает вглубь, она начинает как бы разогревать лицо, так будем говорить, потихонечку. И эти черные точечки, они прямо начинают потом, как только вы поддавите, они прямо очень хорошо выходят. Крем с коллагеном и с баобабом. Очень хорошо снимает отечность. Очень хорошо увлажняет. И у него такая текстура, понимаете, легкая, проникает. Нравится всем. На девятом месте вот такая пенка с королевской улиткой марка Фармстей. Пенок тоже огромное количество, но вот это лидирует среди улиточных пенок. Она очень хорошо очищает лицо. Легко и даже тушь убирает. Очень хорошая степень очистки. И последнее. Это новинка, но я не могла мимо нее пройти. Чем, значит, интересен этот крем? Он тоже с черной улиткой. Вот посмотрите, какая тягучесть. То есть это высокий процент содержания улитки. И в то же время очень хорошая впитываемость. Потому что здесь, помимо муцина улитки, представлены еще различные масла, различные травы, которые как бы способствуют проникновению. Отличный лифтинг дает этот крем. Он очень хорошо впитывается, поэтому если у кого-то комбинированная кожа, тоже отлично. Все, наша десятка закончена. Если человек неординарный или, как сейчас говорят, творческий, то вокруг него часто собираются такие же люди. Известны даже случаи, когда вокруг руководителя компании собирается творческий бухгалтер, экспедитор или такой же творческий руководитель службы логистики. Как это выглядит на практике, смотрите прямо сейчас. Эта работа какая-то невероятная. Сфера нашего салона очень такая дружественная, уютная, обволакивающаяся. У нас такой коллектив, что ты приходишь на работу за какими-то эмоциями, и ты их получаешь. Мы меняемся как люди, мы становимся лучше. Хочется быть частью этого. Я очень рада здесь работать. Успех любого предприятия определяют люди, которые в нем работают. Сегодня мы в гостях в интерьерном салоне «Хрусталь». Дизайнеры, которым доводилось заказывать здесь обои, декоративные элементы и мебель, очень тепло отзываются о сотрудниках этой компании, с которыми мы сейчас и познакомимся. Наш бухгалтер Гузель, для меня это на самом деле очень какая-то сухая и непонятная работа. А для нее это творчество. Она говорит, я так люблю считать, когда у меня сходятся отчеты, когда у меня все цифры сходятся. Это вообще суперчеловек. Она просто на одной волне. И сейчас она занимается тоже Инстаграм. Она сама была успешна в соцсетях, и мы решили воспользоваться ее опытом. Кристина. Кристина просто звезда экранов. Коммуникабельная, суперстрессоустойчивая и, конечно, супер жизнерадостный человек. Она знает хорошо ассортимент. Представляете, она по образованию эколог. Но она делает все лучше всех всегда. Все быстрее схватывает. У нее прекрасная память. Это просто искусство, как она общается с людьми. Я у нее тоже этому училась. Владислава. Владислава вообще чудесный, творческий человек. По образованию Владислава юрист. Творческий настолько, что я могу доверить ей любую подборку. Она моя правая рука в плане визуала, потому что вот в этом я ей доверяю на 100%. Она всегда при этом начинает краснеть, когда я говорю, что она лучше. Что мимо ее выкладок на столе невозможно пройти. Всегда ты остановишься и тебе хочется сфотографировать. Вот это Влада. Татьяна, она тоже очень быстро влилась и освоила для себя совершенно новую специальность и новую сферу. Она с таким желанием и рвением начала вот это изучение и взяла как раз группу новую мебельную. Очень хваткая, очень быстро осваивает все. И, конечно, очень быстро налаживает отношения с клиентами. Просто очень рада, что она появилась у нас в коллективе. У нас есть еще Елизавета, логист. Вообще Елизавета моя давняя подруга и она с недавних пор с нами. Вот вроде посмотришь, нежный ангел такой, да, Лиза. А на самом деле такой требовательный и к себе, и к людям, и к работе человек. Поэтому я просто счастлива, что у нас сейчас такая нереальная команда. И у нас есть два мужчины. Это Алексей и Павел. Алексей у нас отвечает за склад, за товар, за погрузки, за отгрузки. Павел у нас экспедитор. Он работает со всеми транспортными, делает доставки. Они очень классные ребята. Наша максимальная помощь и поддержка. Привет, Челябинск! С вами Владислав Лисовец. 1 апреля в 18 часов в конгресс отеля Малахит пройдет мой мастер-класс. О моде, стиле, трендах. Я с удовольствием с вами пообщаюсь, расскажу вам все секреты. Очень хочется, чтобы вы были модными и стильными. И как вы понимаете, я об этом все знаю. Поэтому жду вас. Приходите. Отвечу на все ваши вопросы и расскажу много интересного. Билеты в кассы города. До встречи, Челябинск. Пока! Медицинский центр «Новая клиника». Профилактика ковида и реабилитация после заболевания. Мы в самом центре города на Кирово 159. Телефон 211 07 60. Соломонова резкая и дерзкая, тонкая, изящная, остроумная, предельно откровенная и, вместе с тем, достаточно закрытая. Произвела сильнейшее впечатление на челябинскую публику. Выступление проходило при полном аншлаге. Ну, а после было интервью «Бьюти Тайм». Ну, что сказать, ну, что сказать, устроены так люди. Сереж, я строгая руководитель этого всего. И зритель такие, да, 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 это про меня. Ну, мучаю знакомых, да, мучаю своих друзей. Сейчас вся моя команда, короче, такая, о господи, опять. Ну, вот сегодня вот кто-то что-то выкрикивал. Мужчина очень возбудился, хотел познакомиться. Когда зрители смеются, мне очень нравится. Сациви, пхали, сыр коса, трех разных видов колбаса, трех разных видов соуса и пива козел. Ну, думаю, ядрен батон, все отработаю потом, хотя с набитым животом в лежачей позе. Сережа как-то сказал, у нас был сборный концерт, пришли артисты, все такие, а, у, а, ну, нормально. А мы приехали за три часа. Мы приехали за несколько часов. Да, и репетировали, типа, давай это вот порепетируем, а вот, а еще то, что не читаю, все равно порепетировали. А это тоже порепетировали. О, вот это оставим, а вот это вот в следующий раз. Ну, вот мы любим репетировать. Мне бы спросить совет, да нету горя, мне бы тебя подвезти, да нету места. Любая реакция зала – это опыт. Иногда зал бывает лирический, иногда бывает саркастический. В Челябинске всегда саркастический зал. Они с удовольствием смеются. И поэтому даже лирику я читала так довольно весело. Они даже на лирике смеялись, не только на сарказме. А иногда бывает все сидят и тихо, спокойно слушают, внимательно. Тогда можно почитать какие-нибудь такие длинные стихи, типа сторителлинг. Когда люди хотят просто сидеть и слушать, например. Зависит от города на самом деле. Москва с душою, и дачу ее загалишь, все советуют, не заболей. Не хватает душа беспокойств, я лишь заболей, заболей, заболей. То есть моя фишка – это новые темы. Это новые темы. То, о чем еще никто не написал. Инновации связаны в моем случае с интернетом. Так как интернет, он порождает большое количество новых отношений между людьми. И интернет очень много значит. И вот как меняется мир женщины с приходом интернета, инновацией. Появились сторис, да. И это только кажется, что вроде появились сторисы, это какая-то техническая история. А кто-то уже своим выкладывает сторис специально, чтобы их любимый посмотрел. Кто-то пытается своих бывших задеть. Кто-то пытается, не знаю, карьеру построить. И то, как проявляется жизнь человеческого духа через инновации, это одна из моих любимых тем. «Лучше глупость взболтнуть о хоккее, чем валяясь в обнимку взболтнуть, что вот эту кровать из хоккеи собрала за 15 минут». То есть ты говоришь о какой-то вещи очень острой, очень волнующей. И зритель такие, да, 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 это про меня, это про меня. А когда зритель, он чувствует, ну, как бы он сопереживает тебе, и вы с ним как будто бы братья-друзья, конечно, он хочет ближе познакомиться, выразить свою реакцию. Когда зритель смеется, мне очень нравится. В человеческой жизни у нас не появляется новых чувств, не появляется новых желаний. Понимаете, в чем дело? Они все те же самые. Меняются только предлагаемые обстоятельства. И писать о вечных проблемах в новых предлагаемых обстоятельствах – это вот моя любимая история. Ведь я, подражая ее на Джульетте, теряю сознание от мурашек и переживаю безумный кураж, когда мы с вами вдвоем. И если вы все-таки мне ответите и скажете, что просто долго болели, то я непременно надену колье и поеду к вам на район. Еще больше сюжетов на нашем YouTube-канале в Instagram и ВКонтакте. Заходите и будем рады за обратную связь. А на этом выпуск завершен. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok